Так, коллеги, всем привет! Меня зовут Огурцов Никита, я ведущий сисадмин компании Cloud Payments. Краткая справка о компании. Мы платежный сервис, недавно отметили пятилетие. Что такое? А, извините, так лучше. Мы обрабатываем свыше 60 миллионов транзакций в год, и с 2014 года на протяжении пяти лет каждый год подтверждаем статус PCI DSS Level 1. С чего мы начинали? В 2014 году мы развернули наш первый PCI scope в хостинге Armour, который тогда назывался Firehost. Это хостинг, который за вас закрывает почти все требования PCI DSS, то есть вам остается только написать приложение и безопасно хранить данные. Но мы росли, Firehost не самая дешевая штука, поэтому мы решили переезжать на собственный хостинг. И в 2017 году мы успешно перевели весь наш PCI на трафик на собственную развернутую виртуализацию. И в 2018 году мы открыли вторую площадку PCI scope в дата-центре Миран в Петербурге. Итак, почему мы пришли к OpenSource? Во-первых, это бесплатно, что самое главное, как мне кажется. В мире OpenSource огромный выбор разнообразных инструментов, которые позволяют вам закрыть все требования PCI DSS, кроме разработки приложений, само собой. Извините, сбился. Также OpenSource хорош тем, что вы можете расширить приложение каким-то своим кодом, если вам не хватает какого-то текущего функционала. И в OpenSource сообществе принято осуществлять техническую поддержку через разработчиков, через сообщества, через разные чатики, форумы и так далее. Это чаще всего быстрее и надежнее, чем какая-то коммерческая поддержка. Хотя не всегда. Мы широко используем OpenSource компоненты в нашем scope. И по каждому из них я отдельно сегодня пройдусь и расскажу, как и зачем мы это все используем. Начнем с Nginx и Naxi. Что такое Nginx, я думаю, все в курсе. Это Revice Proxy для веб-приложения Naxi. Это расширение для Nginx, которое представляет функционал Web Application Firewall. Штука не самая простая в настройке. Из коробки она вообще пытается заблокировать почти все. Так что, чтобы она нормально начала работать, вам нужно пройтись по всем правилам. И сделать так, чтобы ваш легитимный трафик перестал резаться. Потому что из коробки идет большая такая портянка правил, которая работает по принципу проверки URI и запроса на какое-то соответствие типичным паттернам атак, и их режет при необходимости. То есть, если у вас передаются специальные символы, если это равно, восклицательный знак и так далее, ваш драфик, скорее всего, не дойдет. Устанавливается Naxi как модуль для Nginx, либо компилируется отдельно уже с Nginx. Хотя в случае с Debian или с Ubuntu, точно не помню, можно поставить через apt-get, что гораздо удобнее. Вот типичное правило из коробки для отражения SQL Injection. Тут можно увидеть, ну вот, к примеру, скобочка, скобочка и так далее. То есть, если у вас в запросах передаются какие-то символы, у вас ничего не дойдет. Поэтому на это все нужно править. Но штука очень удобная. У меня ушло примерно недели-две на настройку правил, чтобы наш трафик не резался, и, соответственно, после этого можно включать его в нормальном режиме. Далее у нас логирование. Регламент PCI DSS, стандарт PCI DSS регламентирует нам хранить логи системных компонент в течение одного года. Логи те, которые касаются именно событий безопасности. Для этого мы используем целый стек-приложение. Это Graylog и два приложения от компании Elastic. О них позже. Начнем с Graylogа. Graylog представляет собой централизованное хранилище логов. И из коробки позволяет вам получать все логи от любых системных компонент, хранить, ротировать и иметь к ним постоянный доступ через веб-интерфейс. Довольно удобно, чуть позже я его покажу. Также у Graylogа есть огромное количество разнообразных плагинов, как от сообщества, так и встроенных, для работы конкретно с логами. То есть вы можете взять любую непонятную читабельную портянку, распарсить ее и получить отличный читаемый лог. Для доставки и парсинга логов мы используем приложение Bits. Это Filebit для сбора логов из лог-файлов именно. И в случае с Windows это еще Winlogbit, который тащит события из Windows Event Log. И точно так же их форвардит уже в Logstash, который уже форвардит в Graylog. Logstash представляет собой, скажем так, конвейер для сбора логов, их парсинга, какой-либо обработки и отправки уже в хранилище. В нашем случае в Graylog. То есть вся система выглядит так. Приложение пишет строку в Logfile. Файл бит, который крутится на сервере, читает этот файл, видит новую строку, отправляет ее в Logstash. Logstash получает этот лог, парсит его по определенным правилам и записывает уже в Graylog, где они хранятся, сколько вам надо. То есть, к примеру, мы логи веб-логи NGINX, например, или того же ISA, мы храним три месяца. А логи, связанные с событиями безопасности, мы храним как регламентируется год. И, соответственно, Graylog вам позволяет прямо из коробки в три клика буквально настроить все необходимые правила для хранения. То есть, такие-то логи хранить три месяца, такие-то логи хранить четыре, год и так далее. И вот пример распарситного лога от NGINX в Graylog. Это запрос на наш основной сайт. То есть, все хедеры парсятся, добавляются в гео-IP какие-то. И вот так вот это хранится в Graylog. Очень удобно. Дальше Zabbix, любимый. Zabbix – это универсальная система мониторинга, которая вам позволяет мониторить вообще все, что угодно. Нет никаких ограничений. Вы можете мониторить как железо, сетевое железо, серверы, жесткие диски, веб-приложения, доступность какую-нибудь, что угодно. Он расширяется в легкую. Вы можете написать любой свой обработчик какое-то событие, которое создает триггер в Zabbix, и вы получаете какое-то уведомление. Либо строить графики, что угодно. Zabbix имеет очень активную поддержку сообществам и разработчикам. У них в том числе даже есть телеграм-канал, в котором сидят разработчики Zabbix, и даже, насколько я помню, руководитель всего проекта. Если какой-то любой вопрос у вас возникает, можете написать и вам ответят. Zabbix чаще всего применяется в двух вариантах конфигурации. Если у вас, допустим, один дата-центр, вы ставите Zabbix сервер, подключаете к нему Zabbix агентов, и они туда все события скидывают. Если же у вас, например, несколько дата-центров, вы можете сервер вывести куда-то вниз колпа, в самом дата-центре разместить так называемый Zabbix прокси, который будет собирать данные с агентов и проксировать их на сервер. Так же для другого дата-центра. Есть также AgentLens конфигурации, но это уже отдельная история, потому что они применяются только тогда, когда вы не можете поставить Zabbix агента на какую-либо компоненту. Ну, например, на свитч. Дальше у нас HITS. Есть такой проект OSTEC, это Open Source HITS-система, то есть Host-Based Instruction Detection System. Довольно популярно, широко используется, но, к сожалению, в отличие от коммерческих каких-то продуктов, у нее нет ни удобного интерфейса, никакого, либо даже API для простого управления. Поэтому в свое время некоторые сотрудники OSTEC, насколько я помню, форкнули проект OSTEC и создали свой, называется Вазух, который призван именно убрать вот эти недостатки OSTEC, получить полноценный HITS решений из коробки. То есть они в коробке ставят ELK-стэк, который представляет вам красивый интерфейс для мониторинга событий безопасности, строит графики и так далее. В общем, там используется Kibana. Я думаю, что такое Kibana многие слышали. Также Вазух предоставляет большое количество уже готовых правил и декодеров для совершенно различных систем. То есть, сейчас чуть попозже объясню, что это значит. Для начала нужно объяснить архитектуру. Вазух, как и OSTEC, представляет собой классическое клиент-серверное приложение. На сервер или какие-нибудь железки может поставить OSTEC-агент, который мониторит локальные события в лог-файлах или в гелосистемных событиях, анализирует и отправляет на OSTEC-сервер, который получает это уведомление, если по каким-то правилам это уведомление критичное. То есть, например, у вас неавторизованный логин, там, вы три раза пароль не тот ввели и так далее. Возвращаясь к этому, Вазух предоставляет реально огромное количество разнообразных декодеров, которые позволяют вам партить логи самых популярных сетевых железок, CISC, FortiGate и так далее. И также большое количество open-source систем. Там реально много, там, такого партия, как в гитхабе. Не буду все перечислять. И, соответственно, когда происходит какое-то событие, по дефолту OSTEC, как и Вазух, отправляет события в почту. Это самая базовая схема нотификации. Вот, к примеру, я тут вывел события доступа к карточным данным. Получаются такие уведомления. Можно также отправить уведомления в Slack, в SMS, в общем, прикрутить можно что угодно. А то на open-source, когда вам чего-то не хватает, вы можете дописать свое решение. Дальше сканер. PCI DSS регламентирует нам проводить сканирование на наличие уязвимости как минимум раз в квартал. Для внешних сканирований используются так называемые ASV-сканеры. Это коммерческие продукты всегда, которые запрувлены советом PCI. И для этого вы не можете использовать ничего другого. Для внутреннего сканирования у вас ситуация проще. Вы можете использовать как коммерческие продукты, тот же Qualys, Nessos и так далее, либо использовать open-source решения. В нашем случае мы используем сканер OpenVAS от компании Greenbone. Он также доступен как open-source решений, коммерческий вариант, но мы, конечно, взяли бесплатно. Представляет собой сканер уязвимостей с открытым исходным кодом. И также у него от компании Gridbone, которая подставляет, собственно, этот продукт, есть более 50 тысяч различных вариантов тестирования на уязвимость, которые охватывают большинство систем, которые используются в современной инфраструктуре. То есть, к примеру, это, если сканер обнаружил открытый 80-й порт, он начинает смотреть, что там крутится. Если там Apache, начинает применять какие-то известные эксплойты для Apache. И так далее. Обновляется примерно раз в неделю весь этот список. И представляет собой более-менее актуальный список текущих уязвимостей. Zero-Dave там чаще всего нет. За Zero-Dave приходится платить. Но для внутреннего сканирования подходит идеально. Ставится он очень просто. Есть доступный репозиторий Atomic, из которого ставятся просто пакеты. Мы используем CentOS. Поэтому просто я монстолпен вас. Ничего другого. Еще пару команд выполнить, и вы получите готовый сканер, который вы запускаете. И получаете первое сканирование, которое чаще всего выглядит именно так. Куча хайф, медиумов и так далее. Соответственно, вы прорабатываете все эти уязвимости. Если это false positive, делается false positive. Если это реальная уязвимость, вы закрываете. Пока не получите вот такую картинку. Как минимум. Тогда скан выполнен. Все хорошо. Дальше у нас идут уже компоненты, которые напрямую не относятся к стандарту PCI-TSS. Но без этого у нас бы не получилось ничего построить. Первая проба – это MongoDB. Это open-source SQL база данных, документно-ориентированная, которая архитектурно предполагает высокую отказоустойчивость и почти ничем не ограниченную масштабируемость за счет того, что для добавления, например, нового сервера вам достаточно установить на него MongoDB и прописать конфигурацию нового сервера. На него закачивается вся база данных, и он включается в работу. Также предполагается у них шардинг, который позволяет вам, опять же, почти неограниченно разбить вашу базу данных на несколько маленьких кусочков для повышения доступности. MongoDB сам по себе доступен в двух вариантах. Это Community Edition и Enterprise Edition. Ну и также Cloud-based и Self-hosted. Ну это почти везде в любых компонентах. Community Edition представляет собой open-source бесплатную версию MongoDB. Все преимущества, скорость, отказоустойчивость, масштабиримость. Но в Enterprise Edition есть то, что нас интересует именно в рамках PCI. Это аудит пользовательских действий, ну дапа интенсификации. Это не то, чтобы PCI, но это просто хороший плюс в случае с Enterprise. Но стоит он дорого. Мы когда запрашивали инсталляцию на А3 сервер, нам, по-моему, зарядили что-то около 40 тысяч долларов в год. Поэтому мы подумали, что как-то нет. Поэтому чем же опять хороший open-source? Если вас чего-то не устраивает, наверняка есть уже кто-то, кто это уже сделал. Мы нашли Percona. Percona Server for MongoDB. По сути, это такой же MongoDB, но с Enterprise-функциями. Он нам позволяет и аудит пользовательских действий ввести, и лдапа аутентификации, и что угодно. В общем, почти все, что есть в Enterprise, есть в Percona. И за это не надо платить. Всегда есть актуальные обновления. То есть версия текущая Percona MongoDB соответствует текущей версии основной MongoDB. Выходит с разницей примерно в неделю. И достаточно активно поддерживается. Это самое мое любимое. Компания Red Hat для почти всех своих проектов имеет так называемые upstream проекты. Это, опять же, open-source бесплатные версии, которые представляют собой те изменения, которые впоследствии попадут уже в основную версию. То есть это FIDOR для CENTOS, это OKD, по-моему, называется для OpenShift, и в данном случае это OVIRT для Red Hat-виртуализации. OVIRT основан на популярных open-source компонентах KVM или VIRT. Виртуализировать можно все, что угодно, любой операционной системой. Мастеробированность у него очень простая. Он нативно поддерживает сетевую распределенную файловую систему GlusterFS. Ну, потому что это Red Hat, очевидно. И для того, чтобы вам, например, расширить ваш кластер у VIRT, вам достаточно просто воткнуть туда новый сервер и прописать его в кластере. Все, больше ничего не надо. И там вы уже можете запускать ваши виртуальные машины. Также, вследствие того, что он поддерживает тот же самый GlusterFS и нативно является кластерным решением, у него высокая отказоустойчивость. То есть, если у вас работает виртуальная машина на этом сервере, и он по какой-то причине внезапно помер, виртуальная машина запустится на другом, с сохранением всех данных. Панель управления для этого же у VIRT, опять же, какой-то open-source компонент, не помню, как он называется, у них на сайте написано. Очень простая и удобная панель, она представляет собой список ваших дата-центров, кластеров, хостов, ну и так далее. Я не стал расширять уже по всем менюшкам, потому что это довольно долго, но управление, в общем, похоже на V-сферу, по моему опыту. Так. Ну и то, без чего бы ничего не получилось, мы используем, конечно же, open-source операционную систему CentOS, которая основана на Red Hat, представляет собой, скажем так, копию текущей актуальной версии Red Hat Enterprise Linux, пока что седьмую, восьмую на подходе, в случае с CentOS. Считается наиболее безопасной и стабильной ОС для, именно, open-source операционной системы для применения в интерпрайзе, ну и поддерживает менеджер пакетов ЯМ, потому что на Red Hat основана. На самом деле все. Больше мне особо рассказать нечего. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, начайтесь. Добрый день. Спасибо за доклад. У меня почему-то много вопросов. Вы порядок объема логов, которые вы храните в эластике, можете примерно назвать? Сколько это? Там, в терабайтах. Примерно полтора. Полтора-терабайта. По поводу, вот вы показывали WAV, как модуль для Nginx, вы настраиваете его, и потом какие-то логи, там, куда он пишет какие-то события срабатывания, как я понял. Да, в R-Log Nginx. Вот. Я так понимаю, со временем могут появиться новые события, к которым вы не были готовы. Как вы их анализируете? Да, да, все верно. Вообще, сам по себе стандарт не предписывает вам включать WAV именно в активном режиме. Вы можете его держать в Learning Mode и периодически анализировать эти логи. То есть у вас нет логов в нормальном состоянии. Потом, раз у вас какие-то изменения в системе появились, какие-то новые запросы, которые не подходят под текущие правила, вы начали получать какие-то новые события. Но при этом вы держите WAV в Learning Mode, у вас реально трафик не режется. Вы просто видите какие-то изменения и можете, анализировав эти логи, перенастроить правила. Вопрос немного не в этом. Мы после того, как его включили, получили какие-то новые события в логах. Вы их анализируете вручную как-то, просто глазами пробегаете, либо есть какие-то средства автоматического реагирования на то, что в логах появились какие-то новые неизвестные события, которые ненормальны для обычного функционирования системы? Их не так много. Вполне достаточно, чтобы смотреть их глазами. Мы завернули эти нотификации через OSSEC и получаем точно так же в почту. Понятно, спасибо. Еще по поводу самого интересного компонента, насчет хранения критичных данных. Они тоже в каком-то открытом… Да, я понял. В принципе, MongoDB, как OpenSource, так и Enterprise, хотя OpenSource не уверен, Перкона точно умеет, умеет шифровать данные базы данных именно на уровне файловой системы, то есть на уровне базы данных. Но мы пошли другим путем. Мы реализовали шифрование на уровне приложения, то есть саму базу данных записываются уже шифрованные данные. И расшифроваться они могут только через наше другое приложение, скажем так, Software Security Module наш собственный. Ну, то есть вы управляете ключами и шифруете уже на уровне приложения. Да. Я понял, спасибо. Еще вот по поводу АВИРТа и у вас георезерв какой-то есть. Вы научились с его SDN работать или как вы справляетесь со случаями отказа от СОДА или стойки целиком? У нас несколько СОДов. Ну, то есть у вас есть SDN, но он тоже на АВИРТе построен. Да. Ясненько. Вот еще вы называли несколько операционных систем. Там Убунту, Центоз нельзя было все на одном дистрибутиве построить, чтобы не плодить такой зоопарк? У нас все на Центозе правильно услышали. Про Убунту я упомянул то, что на кассе можно поставить просто из пакетом через АВГЭТ. Я понял. Ну и последний вопрос. А где можно такую классную футболку найти? Заходите в гости. Добрый день. У меня маленький вопрос. Все-таки GrayLog используется или Elastic? GrayLog. GrayLog представляет собой комплекс приложений. У него в качестве бэкэнда используется Elasticsearch для хранения самих логов и MongoDB для хранения конфигурации. То есть по факту, да, мы используем Elasticsearch, мы используем Logstash, Filebits, но доступ к конкретному логам существует через GrayLog. Вопросы, я так понимаю, к киба не относятся больше. Нет? Почему? Давайте я вам чуть позже объясню. Это долгий диалог. Здрасте. Спасибо за доклад. Скажите, что используете для управления инцидентами? Почти ничего. Мы используем, ну, мы смотрим влоги в GrayLog, куда пишутся влоги ОССЕКа. Или вы имеете в виду какие-то отдельные выделенные системы для управления инцидентами безопасности? Нет, у нас такого нет. Ну, это управление инцидентами просто. Jira, как бы она к этому подходит с одной стороны, но с другой стороны именно система управления инцидентами – это немного другая история. Спасибо, Никита, за доклад. Спасибо.